Что можно предпринять в такой ситуации? Грубо говоря, как устроено утро? Что? Слышишь фарма, что-то предприняет? Ну вот, в качестве борьбы с переполнением буфера. Как эта ситуация может... Ну, когда переполнить, уже на самом деле все попало. Как это можно предупредить? Делать буфер больше. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, он все равно конечен. В ящик известного размера вы не запихнете больше памяти. Поставить рядом рейд-массивы, если очень много... И использовать рейд-массив для того, чтобы набивать буфер, то часа через три ваша информация как-то будет доберется? Ну, доберется же все по-честному. Ничего не пропадет, никаких перезапросов. Хороший вариант, наемкость рейд-массивов тоже будет бесконечная. Вы пока просто идете по экстенсивному пути, просто увеличивая, увеличивая, увеличивая мощность. Но это не всегда возможно чисто технологически. Скажем, при заданной длине канала, вот этого, физической длине заданной размера нашей планеты, бы скорость больше какой-то он еще не сможет. Чем меньше расстояние, тем больше скорость. А если вот у нас не хватает, да, то вошла куда-нибудь в другое место. Так, уже тепло. Какое он? Несколько обходных пути. А, допустим. Различные пути доставки информации. На самом деле, интернет чем интересен, для чего он разрабатывал все исходы. Это же армейские сети Арканет. Чтобы в случае большой лейберной войны информация все равно проходила откуда-то куда-то. Каждый, который обязан подключен к интернету, всегда пытается, ну, при самом-то приеме подключения, но он пытается подключить максимально возможную числу контрагента. Чтобы выход из строя одного не делал полную. Еще нижние два соединительства, правые два соединительства. Так, вот так, да? Все против? Самый нижний и... А у меня выше. Выше? Вот так приводим. Так. Согласен. Дальше делается следующим образом. Во-первых, понятно, что здесь выход из строя не приводит к выходу из строя нашей системы. Правильно? Но как нам определить, по какому пути нам надо знать информацию из одной точки к другу? Ну, таблица, мы шиппизаторов там на их уровне. Таблица, да, хорошо. Мы знаем, что мы должны прогнать информацию в точке А, в точку Б, либо так, либо так, ну, вот так первый путь, второй путь, третий путь, четвертый путь. Много путей. Да. Это у нас... Выбираем самый, самый короткий. Выбираем самый короткий. Самый короткий в каком плане? В плане скорости. А как мы его определяем? Есть два момента. Ну, там какие-то специальные пакеты, ради, с помощью которых проставляются таблицы по скорости, когда бросаются дно в другой пункт. Ну, а вы думаете, что этими пакетами вы достаточно здорово закрёте систему? Ну, один раз забили, после этого... Пользуемся при первом пакете. Да. Подключение никакого контакта. А, может, к центру? А, можете закрепить. Как вы узнаете, эта сеть меняется буквально каждые несколько минут. На самом деле, делается очень просто. Первым подвижением мы можем оперировать числом так называемого ФОП, пересылок информации. И определить самый короткий маршрут по числу скачков. Скажем, мы знаем, что здесь нам достаточно сделать. Ну, а если там... В практичном случае мы знаем, что у нас надо сделать один скачок. Или два скачка. А какой мы будем выбирать? В один скачок. А если они расположены там... Вот здесь у нас два скачка получается. Раз, два. Ну, и клиенту. Ну, два варианта возможны. Может быть, там... Здесь тоже два. Может быть, канал в один скачок, он очень... Ну, можем оперировать дополнительные параметры. Во-первых... Ну, длина... Допустим, в один канал он делает вам входы вот так вот огромный, да? А вот этот через два раз-два напрямую, считай. То напрямую... Скорость распространения сигнала в оптоволохне в пределах нашего шарика мы можем считать относительно бесконечной. Ну, нашего шарика? Ну, планета маленькая. За одну секунду свет может, наверное, девять оборотов по экватору. А нам девять не надо, нам, наверное, половину за глаза ходит сам, в лучшем случае. Понятно почему. Ну, оптоволтай хватит. Планета оптоволохном гораздо плотнее, чем вам кажется. Ну, сколько плотнее? Вот под нами сейчас есть оптоволохно? Под нами нет, но в щелкну выходит как минимум три канала. Почему три? И откуда вы знаете? Я говорю, как минимум три канала. Почему вы уверены, вдруг там только два? Ну, потому что правильное резервирование у всех операторов софтной связи есть по паре каналов. Здесь работает больше одного оператора. Больше. Ну? Больше. Ну, они могут совместно использовать некоторые каналы. Ну, три канала сюда точно переделять. Почему тогда не два канала на всех? Один на цену, один запасной. Ну, так бывает, как правило, делают еще один. Даже если он просто в холодном резерве. Запасной, запасной. Ну, скажем, мы прокладываем кабель из двух жилых. Вот так вот, ответим им просто. По чистой борьбе с бюрофом продвигаем в стороне по столбам. Потому что приехал в свой экскаватор, что сказал, что я. Ну, про лошадих на расстоянии. Ну, где канал накопать сложнее, как правило, идет один основной канал. Потому что, ну, жилки в корпусе, на самом деле, 10 капель может быть очень много жилых заложено. На использовании с плея, как и с резервами. Ну, обформа обязательно. Ну, за капель, чем мы можем десиперировать? Ну, по личности... Что он может знать, вот этот комплектизатор проводит в своей борту? Что он про них может знать? Сколько хватит, потому что я хочу, чтобы его достичь. Хорошо. Мы знаем количество вот этих самых топов. Что еще? Скорость. Скорость может знать хорошо. Что еще? Нагруженность. Нагруженность. То есть, мы можем посмотреть, что у нас на этом порту. Буфер, например, на коробке, хорошем, удобным. Заполнен почти под завязку. А на пути, которые вроде бы как чуть похуже, чуть похуже, зато у того места в огонь. Ну, минус. Ну, минус. В том, что мы все равно пройдем чуть загружен. Так. Мы, например, знаем, что... А, может, там для каждого порта отдельно, да? Да. Раздельный буфер. Раздельный буфер на выход. Мы знаем, что он хорошо бы отправить сюда, где не лезет. Поэтому смотрим, куда мы можем отправить на данном маршруте. То есть, вверх и вниз смотрим, где больше места? Да, где у нас больше места. Где у нас больше места. Соответственно, проблем по тому или иному маршруту. В этом случае мы снижаем вероятность вот этого мрачного события. Понятно, почему, да? Поскольку из всех возможных маршрутов мы выбираем сначала с одной короткой, а из короткой к ней менее загружен. Называем мы протоколы «вешенные ночи». Особо продвинутые маршрутизаторы умеют даже перекладывают пакеты, если они чувствуют, что дело пахнет керосином. А если пахнет керосином, а чай будет другим? Ну, тогда не перекладывают. Вот. А если пахнет жены резиной? Тогда уже пора конкуртироваться. На самом деле, величек-испытатель, не помню, Анатолий Маркуш, по-моему, писал, что опытному пилоту тут запах жены резины в кабине самолета. Скажет гораздо больше, чем показание десятков приборов. А что именно скажешь? Пора петопротивоваться. К сожалению, я не пилот. Я выложу него в данном плане. А как будет у нас в случае использования протокола в качестве сервиса? Выглядит вот такая взвешенная. Ну, тогда все гораздо сложнее. Мы должны проверить, если идет пакет в данном качестве сервиса. Не его имеет смысл провести туда начало очереди, или проще отправить подальше. Правильно. Но это уже идет время, и лишний просчет того, имеет смысл, нет. Поэтому самые быстрые процессоры на самом деле стоят в коржевую коршевизоторах. Там бывают даже специализированные матричные процессоры, которые умеют только взвешивать очередь, но делают это хорошо. Тем не менее. Ну, наверное, ничего не бывает, но тем не менее. Мы уже учитываем, что? Длину маршрута. Длину маршрута. Дальше мы учитываем, что? Очередь. Длину очередь, загруженность канала. Загруженность канала учитываем. Что еще учитываем? Скорость канала. Может, там везет в окно, а короткий самый... Самый короткий, там везет в лить, причем-то древниками на луке. Наконец. Если есть, у нас там пакеты платные, то мы их помещаем, грубо говоря, в самое начало, в быстрые очереди. А есть у этих нецветных? Есть различные уровни QoS, если бы попал одинаковый уровень, то порядка степлеет. А, то есть вторая, ну, какая-то середина очередь. Очередь тех, кто идет вне очереди. Их пропускают и ставят вперед. И продадись народ, QoS идет. Сначала в окно, и приедут, потом все остальные. Встречаем такую ситуацию, да? А может отличиться, что язык QoS остальные просто смогут пойти? Теоретически такая возможность не исключена. Но, как правило, провайдер, заключая договоры на полосы QoS, исходит из своих возможностей и их обеспечения, с тем, чтобы не потерять всех остальных людей. Мы тоже не очень интересны. То есть все-таки он нас немножко заботится? Ну, вряд ли он сумеет только за QoS взять столько, сколько он берется всей массы. Но он обеспечивает, например, провайдеру глусовой связи фиксированный канал, гарантированный, там, в 5% от емкости своего магистрального канала. Зачем ему вообще остальные 93-е? Это и оператор глусовой связи выйдет слишком дорого, и провайдер пиэнт распугает. Это лишнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!